Здравствуйте, как я тогда была, тут как раз вот с нагоды того, что вы пачули и увидели, и это вы прочитаете и в стенограмме, и в анализе того, что есть. Шушкевич, каже, а мы-то мы не пошли до Шушкевича, а пошли до Кивича. Шушкевич до опошнего часу категорично был суприт незалимый. Супрать постановки о парадах дня «Пытания о внезалежности», «Наталья декларации конституционной силы», «Назраута без гуздицей» – все в стенограде, все есть. И тогда, когда мы ровнее писали, рассказывали про его роль, ну, может, там, кажется, поздняк на его зуб маять, это что, справа не в зубах, потому что как ни мы, ни Фронт, ни тот же поздняк Лукашенко… Шушкевич просто не был глуполитицей. Шушкевич – компромиссная фигура помеж БНФ и коммунистами. И это здарилась в Нарховном Совете, была неправда ромала. Они, правда, нас переоценили в первые дни трохи, но они пошли на компромисс, бо требовало проголосовать. То есть никакая натура не проходила. С Дземинцем были великие проблемы. Мы, конечно, его выбрали по заданию ГУРО ЦК, но на первого наместника мы привели Шушкевич – это была компромиссная фигура. И сподевалися, что и он знайдя макшымасть лавировать в этой ситуации. Многие речи можно было прозягуровать. Шушкевич практически, амаль беззаглядно, принимал позицию коммуниста. Патронировал Роткевичу, патронировал номенклатуру. Он постоянно радиорозные шпильки за уваги в бок оппозиции. Те, которые его власно подняли, и выникло, и он стратил уладу просто ганебно. Ганебно. Залез ускору усим. И коммунистами Народного фронта. Мы его держали. Некольки разов его хотели коммуниста выкинуть. И он им не отповедал тому, что он чужие. Они хотели поставить свой лог, оправить докладно свою политику. А этот человек все-таки был не ихный. Они его не вспрымали тем больше. И он умудрился завести им подскору. Так вот, мы мерили мягчимость уплывать на конституционную большинство. И ДЭМ-клуб. И мы негадки разолкали, не глядя на тое, что... И он сказал, что оппозиция все равно, кроме меня, за меня проголосует. То мы его подтримливали. И вот в прошлый час, когда уже стало просто немягчимым, мы выкликали его до себе в оппозицию. И отбылась оговорка. Той оговорцы он сказал, что вы, Народный фронт, виноваты тем, что наш народ, хворяя на радиофобию, потому что вы подняли проблему Чернобыля. Вы в Чернобыле сказали всем людям, что это отбывается, вы подняли эту проблему. Это те люди, которые думали, что все-таки Шушкевич, член-корреспондент, профессор, у них раскрылись в очи. Сказать мне, что такое, это полный абсурд. Полный абсурд. Мы не только раскрыли правду Чернобыля, это большая борьба шла. И борьба не только на республиканском уровне, но всем Советским Союзом и на вас с МАГАТЭ, с всей этой международной мафией. Это была незавнейшая борьба. И нам не удалось их посадить за краты, этих членковых. Не удалось это сделать, потому что нам не было силы их посадить. Але мы сдобили эту проблему понять и примять, примусить Верховный Совет. Мы были не театрами. Мы подавали проекты законам, и фактично они робили тое, что мы пропоновали. Но тематику, матрицу наложили мы. И вот были приняты законы. И про Чернобыль, и про зоны отселения, и про льготы ликвидаторам, и людям платили так званые гробовые, которые называли бы все, что люди не отримывали. Это все зарабил Народный фронт. Вот такое было сказано. Ну и это только деталь, которую я вам рассказал. Так вот, по этой стенограмме вы увидите, что самым последовательным противником незалежности был Шушкевич. До самого конца. Шушкевич ему поддакил Булахов за все. Но Булахов это керовал тогда правовой комиссией. И стенограмма — это такая сухая справоздача. Але я сказал, бо я уже упразиваю за этой книжкой, я в Вильне сказал, что будете читать роман. И это правда. Это правда сухая справоздача, але она облистровывая ту эпоху, той час настолько выразна, что читается саправдым верметикам. Вот так тому Садовский, хотя у концы Шушкевич сдался. В самом концы он уже сдался, он разумел, что конец тому, что сдались и коммунисты, сдался Малафею, с початку моего выгнали от поведения. Потом они не разумели, что им не мог куда деваться, что они могут трапить из-за краты, они не верят, что будет в Москве. А тут идти такие нацистки, на площади стоят люди. И людей шмат, и шум доносится. И несколько разов постановленно вы увидите, не один я, сказали, что что-то, мы подключим людей. Когда вы не пойдете на то, что дементий не повинен быть, страшеной Верховного Совета, мы прыгнем от поведения меры. И дементия мы знали. Вынуждены были они сдать дементия. И это была некая наша перемога. Наша перемога. Вот этой оппозиции фронта мы вошли со стягом на Верховный Совет. И потом, когда они это окончили, и когда удалось провести Шушкевича на первого навесника, на ведущего сессии, то он первое слово отдал Малафееву. Я попросил проведения, я прошу проведения, что так вот с первым структуром цеха обошлись от ревна, но я должен дать ему слово. Формально мы вышли сзади. Знаете, у политики есть еще формальные вещи. Скажем, подавать руку – цель подавать. Это формальные вещи. Когда с Кепичем у меня была такая история, когда мы шли на президентство, подошел до меня, камеры стояли все, протягивая руку. Это не можно делать в политике, такие речи мне. Я себе поздоровался, а рука так и осталась. Потому что это был той политичный противник, с яким у Ешка смагался Народный фронт, и який ставил задачу ввести российский рубль, увел КГБ в РАД, и фактично ставил питание в суверенитете Деруссия, в сдачу этого суверенитета. Это были такие, это не просто некие разыходжения на некое устройство, скажем, державы, там некие повинны быть, и установки, и министерства, но некие разыходятся политические партии в демократичной краине. Это было принципулое разыходжение человека, який фактично хотел угрозить белорусскую державу. И подавать руку такому, а тут же пойдуть фотографии, и надписи, вот они обнялись, помирились, это не может быть. Так вот, формальные такие речи бывают в политике, так и тут, вы должны были покинуть ЗАЛЕ. Мы покинули ЗАЛЕ. Знак протеста. На короткий час, это все по ходу делается, но такая должна была быть демократичная. Но перед ГЭПом до меня подходили коммунисты, а они там раялись в президенте умом, мы собираемся, не собираемся, и они мне кажут, что, слушайте, вы знаете, дайте махчина с мафии сказать слово, мы же его выгнали, мы его могли из него пропустить. Дайте махчина. Знаете, и он скажет то, что надо, и он поддержит независимость. И в этой ситуации, когда все было так на нервах, это можно было верить, это не то, что не эти волки. И я разумею, что за стенами, за кулисами, и они уже разумеяли, что они будут отступать. И это вельми важно, по-перше, что мы Малафеева прагнали, и они вы бачили кадры, яке его праганяли, и они вы бачили, что тут жарты слабые, потому что 30 тысяч стоит на улице. Когда мы запотребовали, что дается слово человеку с улицы, представнику Незалежного профсоюза, я не дали. З улицы пришел человек на трибуне Верховного Совета, выступил, выступал там правда по-русски, а в конце сказал, жили ты в Руси. И выступил таким патриотичным. И они не могли ничего сделать, они боялись, потому что, когда скажем, они не пошли, это мы уже договорились, когда пьяны не пошли на сдачу деменция, мы бы его вынесли просто на руках, альбо... потому что они были безрадные, и милиция ничего как не сделала, милиция подходила до нас и пыталась, что ей делать, такие срыбные полковники. Они чувствовали, что все, влада коммунистов урушится, и тут треба с фронтом так само уметь проводить дипломатичную работу. Так вот, Малафеев выступил, и фактично заявил об капитуляции. И он, тут почитается, и он дал намек, что мы повинны выйти из КПСС. Это значит, что то, что мы потребовали эту парту и заборонить, они не будут сопротивляться. и что теперь пошел процесс суверенизации, мы считаем нужным, что это надо поддержать. Вот он выступил таким, поднял, как ж, руки в гору, после вот этого напору. Так только наша была такая, по кольки нас было, ну, 27 человек только у фракции, оппозиции, еще поднимка там для клуба, человек 80 набиралась, а их было по 300 человек. И, конечно, это была сила, это были голосы, и только их голосами можно было сделать то, что мы хотим. И они были наполоханы, бо часто зигудельничала, фактично, в этом пути, некоторые засвятились, как Малафеевы, и они уже написали об этом, что бюро ЦК поддерживает. А это – труба, когда появляется такая смена влады, когда КПСС уже будет практически заборонено в Москве. И вот в этой ситуации наша задача была такая – взломать их психологично. По страху, який их был, я его повеличите 10 разов. И вы чуете тут, как выступает холод, кричите, «Вы своей бандой со шлюньковой!» Вот тут вот кадриваюсь. Это вот без микрофона, это вся в оппозиции. Это одразу, мы в вашу саню был такой мощный напор, мощный, за все их боков, они просто угнули головы, настолько на этот напор отчули. И потом, когда этого Демицяя, Малафеева, и погроза вот там, что люди стоят на площади, и они… Человеки наполохаются, у него не противологика, и он не может думать. Робили все то, что мы сказали. И проголосовали тогда, когда Малафеев скапитулировал, проголосовали сами коммунисты за заборону своей, ну, за преподвинение деятельности. Мы ставили пытание за оборону, и проходила потом обспыдение деятельности КПСС, а Шучкевич, а ки их все оборонял, бастись, ну, наверное, повторяю, для некоторых это, может, не шакана. И он пропоновал, часово припынить деятельность КПСС. У политики нема ничего больше постоянного, чем часовое. Ну, окей, мы сготянемся на это, и на этом коммунистам конец. Так что не буду потребоваться наказать про тактику, там почитайте, але я просто распомачиваю некоторые речи, якие вы бачили на кадрах. Чому так было, сказал, да речи, вельми активно был депутат у нас надзвучай, вось, и чому так это все отбывалось. Ну, и цепера, на заканчэння, бо мы уже домовилися, что все одразу будем, я хочу еще одну тему порушить, ну, каб трошки нам, я кажется, оно так близко до темы, але, каб трошки унести такую, ну, живую, больше тему, культуральную, у наше сёнышнне паседжаня. А гэта маяцца на увазе фільм, який знятый режисером Олесем Кудрыцким про Виленщину. И, ну, как бы я в этом фильме писал текст, водил их там, показывал, и они это все сдымали, и все это администровано в кино. Я, вовале, маю такую звычку, как только я заезжаю на Виленщину, я беру машину, домовляюсь там с человеком, и езжу по Виленщине, по этих помняках, по этих сядибах старых, по замках, там, умедники, и фотографуюсь, устракаюся с людьми, все же говорят там, по белорусску яши. И гэта я пропонова, как вот поездить по Виленщине, и показатели была спринята, и изробили таки фильмы. Бо спачатку была пропонова про Вильню изробить фильмы, а ля белорусы больше нянж Вильню ведают шмат, написано шмат, кто был в Вильню, ес Вильня. А вот в Вильнющина, дедам ты ешуны, дедам ты ету ели находится, что там ес, что там у дя Венешках ес, люди большиня просто не ведают. Хотя он дя Венешках працала уже у Рымша, великий поэцер немец, белорусский. Тут буду в фильме убачиться и про Дама Мецкевича, и про Снадецких. И гэта ўсё зараз разбураецца. горшчым при советах. При советах, яшчэ там у тых палацах, ну, некие были конторы, скажем. Цепер гэта ўсё кинута, и всё валится. Тому што, тая Влада, те люди, которые зараз пришли на Вильнющину, яны там никогда не были. Их там не было. И гэта не ихная история, не ихная культура. Яны нічого не робят, нічого не реставруют. Тут можа некоторые ў першыню пачуюць про Павловскую Республику. Не буду казать, во подробяжном фильме сказано, что портрет этого Ростовского Павла знаходица ў Мастацьке музее ў Вильни. Яны страшэнно боятся ходять по пятах, как бы хотя не фотографовали. Вот там ўсё наше Мастацца. Ну, это я не могу сказать, кому хочешь, только не позняку. Я всё то сфотографовал, конечно. Вот. И, правда, портрет тут не показаны, аля это был князь, молодый человек, энергичный. То, што он зрабил, вы почуете. Так, вас зрабили такий фильм, каб адкрыць в очы беларусам на самих сябе, на Диленшчу, на то, што засталося, как бы за ножом, не даследуецца. И ў заключэння скажу такую цікавую речь, што гэты фильм зняты ў канцы минулого года, и ўжо цепер паявіліся заходы, ўжо некі там сродкі шукаюць, каб адновіць палат Баліцкіх ў Яшунах. Яны адчулі, што тут... Палац? Палац. Палац Баліцкіх. Значыць, гэты фільм ўжонава дзейнічыя, бо нам існотна, каб гэта захававася, каб гэта не ізнішчувася. Бо гэта наша історія. Гэта будзе існаваць, і, як кажаць, їй не змініш. Натуральна, што там будзець розныя ікна інтерпратація, аля калі нічого не будзе, калі будзе бур'ям, і будзе пустое місце, як гэта будзе толькі абстрактныя раздражання. А ўсё ж такі помнікі павінны захавацца. І гэта, вось, такая думка, яна в гэтым фільмі ёсць, ви гэта пабачыцца. І на заглючэнні я вось ўжо казаў пра гэтаю выставу, гэта неякай, знаець, не корэспандуецца гэта падзея паміш сабоў. Я прасіў був владыку ісць гэта злава, пасля як мы праглянем фільм, потым, ну, як ўже я на пытання адкажу, ўкалі будзе ть пытаўні, ка потым трошки розказаць про ету веснаву. Так само. Бо, нея... Ви пагляніць гэта дельбі, дельбі важна эта сама падзея. Ну ось, і тепер я просіў бэ гэта фільм показаць, а потым ўзе будзе прожаць.